Погнали! Это Good News. Всегда хорошие новости. Гомера Симпсона отучили душить сына. Сцена с удушением появилась в мультике еще в самом начале сериала. Конечно же, она стала фишкой взаимоотношений отца и сына, но и объектом нескончаемых споров о домашнем насилии. И вот спустя 34 года создатели сериала наконец-то решили, что душить детей оказывается мувитон. Но эту новость в буквальном смысле придушил исполнительный продюсер сериала Мэтт Грейнинг. Он опроверг слухи в свойственной ему манере рисунком. А сам Гомер отметил, что не зря душил Барта, ведь теперь у его сына крепкое рукопожатие. Россияне рассказали, какие бы домашние дела хотели переложить на технику. В опросе почти треть участников проголосовали за то, чтобы машины делали за них уборку. 8% — чтобы готовили еду, и 7% — чтобы за них мыли посуду. Но 22% респондентов высказались, что не готовы переложить свои домашние обязанности на технику. Ранее исследователи выяснили, что роботы-пылесосы делают людей менее счастливыми. Об этом рассказали исследователи из Швейцарии и Колумбии. Исследователи из Швейцарии и Колумбии. Интересно, а где их дороги пересеклись? 22% россиян не готовы переложить свои домашние обязанности на бытовую технику. Представьте ситуацию. Приходите вы домой, открываете стиральную машину, а оттуда вам... Мне нужна твоя одежда! По-моему, какая-то дикость. Департамент транспорта Москвы представил свою собственную карту для игры в Counter-Strike. Теперь игроки могут попробовать свои силы на станции метро «Киберспортивная». Ее создали специально для предстоящего первого в России турнира по КС-2. Антураж карты очень напоминает популярные «Детрейн» и «Асаут», на которых хедшотили не одно поколение фанатов игры. Хорошо, что создатели карты назвали ее «Киберспортивная», а не «Кибер-Китай-город», например. Иначе «Бомб-Плейс» пришлось бы искать по навигатору. Это были «Союз Гуд Ньюз». Слушайте и смотрите хорошие новости. Ведь новости-то хорошие. Продолжение следует...